здравствуйте дорогие друзья сегодня необычное видео сегодня я вам не буду показывать цветы выйдет завтра плохо цветах кому интересно обязательно смотрите вот обзор сада а сегодня мы с вами я вас приглашаю всех сделать очень вкусную закуску на зиму из огурцов называется пикантные огурчики по-корейски кому интересно очень кстати вкусный рецепт готовлю не первый год его очень любят и дети и взрослые очень подходит к любому гарниру так что же кому интересно пойдемте вместе со мной готовить а почему еще люблю салат по-корейски вот такие огурцы видите мою руку друзья но это просто огромный просто как кабачок такие уже на засолку не подходит и вот салат по-корейски вот это очень вкусная закуска попробуйте друзья никто не пожалеете и вот из таких огурцов конечно только салаты делать друзья все видели огурчики помыть в принципе особо не буду вас заморачивать огурчики все помыть тщательно попки отрезать режу на 4 части и еще напополам если огурцы большие просто они в баночку лучше всходит в чистую кастрюльку вот так положила и добавляю черного перца молотого друзья по вкусу добавляйте кому-то больше кому-то если не очень острая то поменьше кто-то может очень много добавить по вкусу вот черным перцем сейчас засыпаю друзья засыпала перчиком молотого черного именно не красного а черного можете добавить красного если хотите но я именно черным потому что он душистый ароматный и кстати вот этот перец у меня достаточно такое острое он обычный молотый но на острова ты всегда пробуйте на вкус мой я сейчас перемешаю когда добавлю соль сейчас вам покажу и скажу сколько соли добавить сколько соли сахара и уксуса мы для себя вот так сделали у меня не полная кастрюля чуть не хватает до верха вот а кастрюли 5 литровая нам вот этого перчика достаточно было сказать друзья соответственно 4 килограмма огурцов но вы смотрите эти огурцы делаются по вкусу . если у вас меньше 4 килограммов или больше 4 килограммов вот вы их помыли нарезали положили в чистую кастрюлю добавили перца на 4 килограмма добавляется один стакан сахара 200 грамм если у вас больше огурцов значит добавьте полтора стакана можете два добавить вы попробуйте по вкусу сколько вам сахара можно больше можно чуть меньше вот я высыпаю вот видите один стакан сахара насыпала у меня здесь как раз вот где-то 4 килограмма на пиже я попробую если будет мало сахара они сейчас простоят когда мы все с вами добавим простоять в холодильнике до утра вы их попробуйте они прям уже готовы будут если вам чего-то не хватает можно этого добавить и как раз потом до кипения доведем и по баночкам добавляем на я вам даю рецепт друзья на 4 килограмма огурцов если у вас больше значит добавляете больше если меньше значит чуть меньше а так пробуйте по вкусу на следующий день опять же говорю если вам вот вы допустим сделали я на ночь делаю уже уже у нас вечер с утра попробую если мне не хватает соли или сахара я чуть добавлю потому что потом мы их будем проваривать добавляю две ложки на 4 килограмма огурцов две ложки соли с горкой друзья вот так с горкой вот все налила друзья растительного масла рафинированного чтобы не было запах потому что это кому нравится можете запахом но я не добавляю растительного масла именно 200 миллилитров на 4 килограмма если меньше значит поменьше полстаканчик а вообще кому как нравится можете добавить маслица это не принципиально можете добавить масло совсем чуть-чуть добавляю вот видите друзья девяти процентный у меня уксус столовой мы наливаем тоже стаканчику куда масло добавляли мы наливаем один стакан уксуса на 4 килограмма опять же я повторяю если больше значит больше но это вы разберетесь выливаем все в кастрюльку вот так поливаем чтобы у нас это все мариновалось друзья добавляем перец горошком именно перец горошком душистый не душистый именно вот такой вот обычный перец горошком добавляем добавляем знаете по вкусу и у меня есть еще в перемешку есть перец душистый горошком но вот перец душистый добавляем штучек 5 он в принципе больше не нужен штучек 5 достаточно а так вот по вкусу перец горошком я думаю вкус он не испортит только будет насыщеннее вкуснее друзья чеснок опять же у меня такой отличный сорт не знаю как он называется мне давала свое время там бабушка соседка с дачи именно сорт этого чеснока вот с того года которую я выкопала сейчас уже август месяц и он до сих пор хранится замечательный чеснок обязательно я мне не осталось конечно на посадку этого чеснока с продажи дачи обязательно я к этой бабушки съезжу возьму хотя бы 3-4 головки чеснока чтобы его размножить обязательно буду сажать этот чеснок но не про это чеснока опять же вот смотрите делайте по вкусу хотите больше чеснока хотите меньше я добавляю чеснока достаточно много режу его вот знаете в произвольном порядке хотите колечками хотите дольками хотите треугольничками да как вам вздумается я просто вот режу как он вот ну как говорится как бог на душу даст в любом порядке вот любой чесночок примут режу как угодно а вы смотрите сами как вы там любите хотите колечками режьте я очень люблю чеснок у меня детки едят чеснок супруг есть чеснок и мы очень любим и засолок вот этот именно ну как бы чесночок я его режу много а вы смотрите как по вашему вкусу друзья а чтобы насыщение был вкус если вы прям насыщенный насыщенный хотите прям такой островатый вкус если у вас хороший чеснок кто можете резать вот даже мельче чем я прям мелко мелко порезать и это даст еще более насыщенный вкус друзья добавила чесночок вот как вы можете видеть на здесь я в принципе все показала соль сахар укс 9 процентный перчик молотый перчик такой вот обычный который мы добавляем горошком перчик горошком и душистый перчик буквально 3-4 горошина и обязательно вот чесночок можете добавить в этот рецепт петрушки укропа но только сухие сухие травы сюда идут свежие травы сюда не идут потому что начнет плесневеть бродить нет и вкус совсем другой будет вот если вы любите прям травы то можете добавить сухих трав я добавлять не буду потому что я этот рецепт делаю уже не первый год он мне очень нравится и я трав сюда никаких не добавляю это закуска сама очень по себе вкусно теперь мы тщательно тщательно друзья перемешиваем берем ложечку вот смотрите буквально простояла час и вы можете видеть смотрите какой здесь бульон бульон почему говорю потому что здесь же уже и масло добавлено да смотрите вот сколько огурцов чуть не хватает вот видите вот чуть не хватает до верха кастрюля и уже по кастрюле бульона я не добавляла ни воды ничего это собственный сок далее огурцы да за счет соли сахара уксуса и за счет перца вот они дают сок и мы будем потом собственно соку их и варить вот так просто берем друзья и перемешиваем и кастрюльку сегодня на ночь или как вы если будете делать с утра до накрываем крышечкой и все и оставляем на сутки можно меньше суток допустим с утра сделали заготовили да и все и пуска стоит целый день а вечером уже баночки простерилизовали и будем делать по баночкам в данном случае я делаю на ночь оставляя на с утра будут стерилизовать баночки обязательно вам все покажу здоровья всем удачи и до конца досмотрите видео конечно постерилизовала я баночки вот они у меня стоят крышечки не забудьте постерилизовать банки хорошо промыть и постерилизовать вот и крышечки постерилизовала и сейчас переверну вам камеру покажу что получилось огурчики у меня простояли ночь чуть больше потому что мы уезжали школу дочку переводить будем на новое место жительства поближе чтобы она училась чтобы недалеко она ездила вот из города вот и сейчас я вам покажу что получилось у нас с огурчиками вот видите сколько соку далее огурчики так и должно быть потому что огурцы мы воду в огурцы не добавляем они в собственном соку у нас будут и сейчас мы с вами включаем газ и соответственно доводим их до кипения и буквально они минутки 45 покипят этого достаточно будет для того чтобы они не переварились потому что мне нужны вареные огурцы нам нужны именно хрустящие вкусная закуска с огурчиками поэтому мы доводим до кипения варим 45 минут и быстренько раскладываем по баночкам закипели у нас огурчики видите и сейчас делаем газ потише и варим буквально пять минуточек ну можно до 10 минут но смотрите чтобы они у вас не приварились и быстренько раскладываем по баночкам девочки получилось у меня три баночки по 750 грамм вот такие красавцы горячие вот такие красивые огурчики и что мы с вами делаем накрываем прям полотенчиком теплышко и я положила еще одеялку пускай у нас еще дополнительно будет сухая стерилизация я всегда так делал вот так пускай будет накрыто вот а вам сейчас выхожу ребят вот только у меня еще кабачков на сегодня кабачки мне сегодня тоже надо мариновать вот так девочки проходите друзья а я вам желаю хороших вкусных заготовок для вас для вашей семьи желаю счастья большого хорошего урожая всем здоровья и с вами была ваша оля всем до новых встреч пока пока